Международный праздник День Франкофонии посвящен 220 миллионам франкоговорящих, из которых для 75 миллионов французский язык является родным. Резкие школьники, учащиеся и педагоги средней школы номер 15, входят в тот большой пласт, который уже не представляет своей жизни без трудов Камю и Сент-Экзюпери. На базе учебного заведения им удается развивать эту многогранную культурную традицию, привнося в нее новые яркие нотки. Конечно, никак нельзя отрицать, что иностранный язык, французский в нашем случае, конечно, хоть он и далеко, теперь уже не самый распространенный, все равно он пригодится обязательно в жизни. Очень многим из них, может быть не всем, но я повторяю подавляющему большинству, возможно, даже не сам язык, а принцип билингвизма, это использование иностранного языка для получения знаний по другим предметам. В межотраслевой области и, конечно, умение рассуждать, которому учит именно методика билингвизма. Особенно активно изучают язык и культуру Франции в билингвистических классах. Здесь налажен процесс комплексного обучения, речь, аудирование, работа с письменными текстами. Развиваются ребята здесь и за счет дополнительных возможностей. При франкофонной секции работает театральная студия, участники которой с удовольствием примеряют на себя образы героев разных эпох. Один из своих спектаклей они продемонстрировали на празднике, посвященном Дню Франкофонии. Франкофония Я думаю, что просто когда говоришь на французском языке, кажется, что это совершенно другой мир, не похожий вообще ни на один язык. Это возможность пережить те эмоции, которые ты можешь не получить в жизни. Представить себя кем-то, где-то помечтать. Ну а насчет французского, он и в театре, и так дает огромные возможности. Например, я ездил по обмену во Францию в Шербур-Ак-Тевиль. Это так раз Нижняя Нормандия, вот самый Ла-Манш. Большой концерт подвел черту мероприятиям, приуроченным празднованию Дня Франкофонии. Он стал ярким завершением торжества слова, музыки, света, и сплотил вокруг себя всех тех, кто уже не представляет своей жизни без мелодичности и романтизма, которые привносят в жизнь всего мира французская культура. В исполнении легенды французской эстрады Джо Дассена знаменитая песня «Les Champs-Élysées» облетела весь мир, раскрывая в каждом звуке неповторимость и многогранность французского языка и французской культуры. Как и много столетий назад, она остается такой же интересной и необъятной для ее почитателей. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Веречкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Н деревянная песня «Бук-ТВ». Продолжение следует...